Всем привет! В этом видео я сделаю обзор на акварельные краски Ван Гог, наверное, самый популярный зарубежный бренд в России. Мы посмотрим на 18 цветов из линейки и обсудим уникальность этого бренда. Если вам интересно, то поехали! Ван Гог – это бренд компании Royal Talents, который был создан в 1963 году с целью выпуска качественных материалов для студентов и любителей живописи. Производство красок по сей день находится в Голландии и не выносится в Китай, что означает высокое требование к качеству и сохранение традиций. В линейке акварельных красок Ван Гог представлено 72 цвета, среди которых 29 монопигментных. Целых 63 цвета в палитре имеют три звезды светостойкости. Также большинство красок являются прозрачными. Помимо привычных характеристик, на красках также указывается ценовая категория – первая или вторая. В первую ценовую категорию входят все обычные оттенки, во вторую – краски с грануляцией, металлики и интерференцией. Здесь, я думаю, сразу можно отметить уникальность этих красок в том, что они распространены по России и за пределами Москвы и Петербурга. Говорю как житель города Миллионника – у нас сложно найти зарубежные арт-материалы, и из зарубежных акварелей я встречала у нас только бренд Ван Гог. Краски выпускаются поштучно в кюветах и тубах, а также есть большой ассортимент наборов – целых 26 вариантов. Там и подарочные в деревянных коробках, и тематические наборы. Раз уж я заговорила о форме выпуска, давайте сразу скажу о слоне в комнате – тюбиках Ван Гог. Они уже приобрели популярность тюбиков с кусачими крышками, и это действительно так. Сам дизайн очень красивый, но вот ребристая крышка доставляет очень много неудобств, если вдруг там насохла краска. Однажды, пытаясь открыть такую засохшую крышку, я вообще порвала тюбик, так что будьте аккуратнее. Сейчас я в таких ситуациях вымачиваю тюбик в горячей воде, и все хорошо открывается. От упаковки перейдем к содержимому – к самим краскам. Эти краски позиционируются как очень яркие и при этом прозрачные за счет состава. 60% в составе краски составляет пигмент, 20% – гумиарабик и 20% – прозрачный наполнитель. К слову, в составе акварели Рембрандт 80% занимает пигмент и 20% – гумиарабик. То есть, грубо говоря, Ван Гог – это чуть более разбавленная версия Рембрандта. По-моему, для студенческой линейки 60% пигмента в составе и натуральный гумиарабик – это очень хорошие данные. Теперь давайте от сухих данных перейдем к обсуждению палитры. Сегодня я покажу вам 18 цветов, 4 из которых очень давно и прочно находились в моей палитре, а 14 новых оттенков на обзор мне предоставил официальный дистрибьютор Royal Talents в России – MPM Art, за что им огромное спасибо. Я старалась выбирать однопигментные цвета, чтобы иметь большие возможности в смешивании. В целом, краски производят очень приятные впечатления. Базовые цвета действительно являются глубокими в плотном нанесении, звонкими и насыщенными в размытии. Что меня удивило, большинство красок в глубоком и плотном нанесении сохраняют свою прозрачность. Как обычно, я взяла три базовых цвета – желтый, синий, красный в теплом и холодных вариантах и попарно смешивала. Результаты меня порадовали, смешиваются три основных цвета отлично, можно получать и приглушенные натуральные оттенки, и звонкие яркие цвета. Краска очень хорошо набирается на кисть и распределяется по бумаге, одной капли действительно хватает на хорошую заливку. Если краску выдавить на палитру и высушить, то при повторном использовании цвета сохранят свою яркость. Может показаться, что они трудновато и мылко набираются на кисть после высыхания, но цвет переносится на бумагу просто отлично. Для меня основным преимуществом линейки Ван Гог является именно палитра, наличие в ней интересных цветов и необычных пигментов, которых нет даже в российских профессиональных линейках. Несмотря на то, что Ван Гог – это студенческая серия, они дают прикоснуться к миру уникальных и интересных пигментов. Именно это меня и привлекает. Сейчас я хочу подробнее остановиться на некоторых отдельных цветах, так как просто не могу этого не сделать. Сначала немного скажу о привычных базовых цветах и их сравнении с аналогами, а затем перейдем к более уникальным оттенкам. Мой любимый ультрамарин – пигмент PB29. Очень достойный вариант этого цвета. Он в сравнении с аналогом из Белых ночей более теплый, более фиолетовый. Синий втало тоже показался чуть теплее аналога из Белых ночей и в плотном нанесении дает более темный глубокий цвет. Фиолетовый хинокридон у Ван Гог выпущен в двух вариантах – с красным и с синим подтоном. У меня тюбик хинокридона фиолетового красного, и да, он действительно теплее своего аналога из Белых ночей. Очень понравился мне в сравнении с Белыми ночами и Бирюзовый. Он тоже выпускается с двумя разными подтонами – бирюзовый голубой и бирюзовый зеленый. По красным и желтым тоже не могу ничего плохого сказать – качественные базовые цвета. Теперь поговорим о более уникальных и интересных оттенках. Начну я со своей горячей любви с неаполитанской желтой-красной. Чтобы понять, насколько я люблю этот цвет, просто покажу вам вот этот опустошенный тюбик. Я пользуюсь этим цветом уже полтора года и всей душой его обожаю. Трудно поверить, что такой нежный оттенок не имеет белил в составе, но это действительно так. Да, он двухпигментный, но он отлично ведет себя в смесях. В чистом виде я его не использую, я именно мешаю на нем различные нежные оттенки. Получается потрясающая палитра розовых. Я обожаю использовать этот цвет при рисовании кожи, но здесь все же нужно знать меру и не перебарщивать с ним, как я делала поначалу. Этот цвет уникален, я не видела аналогов ни в одном другом бренде акварели, даже в профессиональных. Очень рекомендую попробовать его портретистам и тем, кто хочет получать нежные цвета без использования белил, вы точно останетесь довольны. Также скажу про лавандовую, которая наделала шуму при выходе год назад. Это один из немногих цветов Ван Гог с белилами в составе, и свойства он имеет соответствующие. Имеет аж три пигмента, так что смешивать тоже нужно аккуратно. Очень плотный оттенок, с ним легко переборщить. Но при деликатном использовании может давать звонкие оттенки в тенях, просто хорош в чистом использовании на фоне, например. Тоже давно находится в моей палитре, и я ничуть об этом не жалею. Единственное замечание, из этого тюбика у меня частенько вытекает связующее, так что нужно почаще взбалтывать. Кобальт и цирулиум здесь являются имитациями с использованием белил. У меня их нет, но насколько я знаю, очень многие любят вангоговский цирулиум. Еще из необычных цветов могу назвать, наверное, кошмар академистов, титаниум баф, состоящий из белого и коричневого пигментов. Укрывистый молочный цвет. Я не пробовала, но если у вас был, напишите, как вам и для чего его можно использовать. Из цветов с уникальными пигментами отмечу пироль оранжевый, PO73. У меня этого цвета, к сожалению, нет, но слышала, что это интересный оранжевый с розоватым подтоном в размытии. Азаметин зелено-желтый, еще один пигмент, который есть не во всех марках, очень звонкий, близкий к оливковому цвет. Он не вырвиглазный, не флюоресцентный, он именно будто светится изнутри, так бы я его описала. Также интересными являются серая Дэвиса и тинт нейтральный. Я впервые попробовала эти краски, и они мне понравились. Опять же, в более бюджетных марках эти цвета вряд ли можно встретить. Немного смущает большая разница между цветом краски и цветом этикетки. Не знающего человека это может сбить с толку. Ну и вишенка на торте уникальных цветов Ван Гога это цвета второй ценовой категории. Линейки металликов, интерферентов и цветов с грануляцией. Итак, по порядку. Металлики я не пробовала, так как в целом не очень люблю этот тип красок. В линейке 6 цветов, среди которых выделяется графит. Я тестировала такой же цвет у Рембрандт. Это была очень интересная взвесь темных серебряных блесток, которая при высыхании правда была похожа на плотно нанесенный графит. Думаю, что и у Ван Гог эффект должен быть аналогичным. Интерференты я также не пробовала раньше, так как не интересуюсь рисованием по черной бумаге. Интерферентные цвета на обычной бумаге имеют одинаковый молочно-белый оттенок, но на черной бумаге они очень красиво раскрываются, имеют очень нежный жемчужный блеск. Раз уж у меня появился один такой цвет, для обзора я решила посмешивать его с обычными красками. Если добавить немного, то цвет приобретает едва заметный голубой отлив. Но вот если добавить больше, то краска приобретает красивое голубое сияние, такое ненавязчивое, жемчужное. Больше всего этот цвет раскрылся в замесе с нейтральным тинтом, наверное тут эффект ближе всего к нанесению на черную бумагу. Можно использовать на фоне, например. Можно приобрести себе 1-2 цвета и добавлять небольшую перламутровую изюминку в свои работы. Ну и наконец о линейке красок с грануляцией. В линейке 5 цветов, включая черный оксид. Эффект грануляции получается именно за счет вмешивания черного оксида в другие цвета. Он на фоне обычного цвета выпадает в черный осадок. Мне очень нравится, что производитель дает нам право выбора, приобрести черный оксид и самому развлекаться и замешивать любые грануляции. Или же приобрести готовый замес и не ломать себе голову. Готовых замесов всего 4. Туманный желтый, зеленый, розовый и фиолетовый. Если посмотреть пигментный состав, то ясно, что их можно получить самим, что я и попыталась сделать. Я сравнила свои замесы с заводскими розовым и желтым и действительно не увидела большой разницы. Может есть небольшое отличие именно в пропорциях. Ну и самое интересное это смешивать черный оксид со всеми другими красками. Искать, выбирать какой-то уникальный рецепт гранулирующего цвета. Мой любимый вариант это смесь черного оксида и лавандового. Для кого-то это ядерная смесь из 4 пигментов, но для меня это приятный гранулирующий серый, который хорошо использовать в фонах. Так что если вы хотите поэкспериментировать с грануляцией, то вам не обязательно приобретать всю серию. Вы можете купить черный оксид и искать свой уникальный рецепт. Надеюсь вы не устали слушать мои восторги от конкретных цветов палитры. Теперь я бы хотела немного поговорить о том, для кого же все-таки эти краски. А на фоне вы можете посмотреть мой небольшой спидпейнт. Ван Гог это студенческая линейка и действительно в ней есть очень сильные базовые оттенки, которые порадуют новичков своей насыщенностью и прозрачностью. Но к сожалению в российских реалиях цена на акварели Ван Гог не то чтобы подходит всем новичкам. Одна кювета стоит 199 рублей, тюбики от 299 до 350 рублей. Не самая дружелюбная цена, к сожалению, скорее всего основанная именно на том, что краска импортная. На Амазоне цена за тюбик варьируется от 2 до 4 долларов, что чуть-чуть дешевле. Ну и как я говорила в начале, преимущество этих красок в том, что их можно найти не только в Москве и Питере, как другие зарубежные краски. Стоит ли новичку расстраиваться, если он не может себе позволить базовые цвета акварели Ван Гог? Думаю, что нет. Хорошей альтернативой Ван Гогу по базовым оттенкам являются белые ночи. В России можно найти хороший набор для начинающих по более низким ценам. Ну и давайте учитывать, что Ван Гог это европейская студенческая линейка, белые ночи российская профессиональная, и находятся они, как мне кажется, на одном уровне. У Ван Гог более насыщенные цвета, что логично, так как это студенческая серия. Так что просто кому какие цвета ближе, ту линейку и выбирайте. Действительно интересно смотреть на разные стандарты качества, которые предъявляются к краскам у российских производителей, европейских и азиатских. К тому же компания, производящая Ван Гог, Royal Talents, не просто так получила приставку Royal в своем названии. Это некий знак качества, знак одобрения продукции и компаний от королевской семьи Голландии. Ставь лайк, если тоже не знал, что в Голландии есть королевская семья и король. Просто так такие регалии не раздаются. Кому действительно стоит обратить внимание на краски Ван Гог, так это увлекающимся акварелью, любителям или даже профессионалам, которые ищут новых экспериментов и впечатлений от акварели. Линейки гранулирующих и интерферентных цветов точно заслуживают внимания, так как более бюджетных аналогов нет. Это далеко не обязательные цвета в палитре, но если вам интересно экспериментировать и искать что-то новое, то эти линейки точно стоит попробовать, они могут добавить интересных акцентов в ваши работы. Также любителям покопаться в составе красок есть на что посмотреть в красках Ван Гог. Интересные и необычные пигменты и их сочетания, в палитре все это есть. Еще эти краски подойдут профессионалам, у которых довольно большой расход краски. Тех же Рембрандт с ценой около 1000 рублей за тюбик особо не напасешься, если хочется написать огромную работу. И Ван Гог здесь приходит на помощь. Любителям графики эти краски понравятся своими насыщенными цветами и тонким помолом пигмента, благодаря которому лессировки получаются ровными, без нежелательных грануляций. А живописцев эти краски могут порадовать хорошей способностью смешиваться и растекаться по мокрому. Мне очень жаль, что у Ван Гог нет доступных всем дот-карт. Было бы очень удобно, если бы можно было приобрести пробник всех цветов рублей за 100-150, попробовать и решить, какие цвета тебе нужны. Но такие дот-карты присущи в основном профессиональным брендам, к сожалению. Понимаю, что для российского потребителя эти краски не такие уж и бюджетные и доступны не всем, к сожалению. Я и не говорю, что их нужно пробовать обязательно. Но это очень достойный бренд с высоким европейским качеством. И думаю, если вы сможете его себе позволить, то он вас точно не разочарует. Опять же, я не хочу сказать, что краски Ван Гог идеальны. У них есть свои минусы. Это неудобная упаковка, это цена. Но они все не связаны именно с качеством материала. А качество материала очень и очень достойное. В описании и в первом комментарии вы найдете полезные ссылки. Ссылку на полный колорчарт и название цветов из обзора. Надеюсь, что вы не устали меня слушать. Вы герои, если вы досмотрели это видео до конца, обязательно напишите в комментариях, кто герой. Я вас всегда считаю. Спасибо большое за просмотр. Мне было очень интересно делать этот обзор. Большое спасибо компании MPM за предоставленную возможность. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Подписались на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. Напишите в комментариях, кстати, пробовали ли вы акварель Ван Гог. Может, у вас есть свои любимые цвета. Не забудьте поставить лайк, чтобы помочь мне продвинуть это видео и чтобы я знала, что вам интересны обзоры на моем канале. Спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч!